Вплоть до 18 века собственных источников цветных металлов Россия не имела. И поэтому главным сырьем для чеканки своих серебряных, золотых монет в России, как правило, служили иноземные монеты, поступавшие сюда в омен на товары. С 20-х годов 16 века это были прежде всего западноевропейские талеры, крупная серебряная монета весом около 29-30 граммов, которая поступала фактически тоже как товар на Русь и здесь переделывалась в серебряную монету. Поступали, конечно, на Русь и золотые европейские монеты, однако в обращении они тоже не принимали участие и в основном служили сырьем для ювелиров, для изготовления украшений или церковной утвари, для золочения куполов. Утилитарное назначение такое имело. Однако уже в 15 веке в правлении Ивана III начинается чеканка и на Руси золотой монеты. При этом, опять же, для чеканки русских золотых монет использовалась западноевропейская, прежде всего, золотая монета, которая сюда поступала в больших количествах. Прежде всего, для 15 века это были дукаты венгерские, и поэтому даже на Руси за ними закрепилось название угорские. И это название со временем превратилось в номинал, в обозначение достоинства монеты. Поэтому даже русские монеты, которые при Иване III в начале чеканятся, они тоже могли называться угорскими. Чеканились монеты Ивана III известных, один угорский, а также корабельник. Это уникальные монеты, они хранятся сейчас в собрании Эрмитажа. И письменные источники 15 века говорят нам о том, что золотая русская монета могла на раннем этапе использоваться для различных целей. Ну, то есть, вот мы понимаем, что если сырьем для нее служила западноевропейская золотая монета, которая поступала на Русь, то чисто экономических каких-то, допустим, причин для ее перечеканки в русскую уже быть не могло. Потому что в чем здесь тогда выгода будет? Каждый раз, наоборот, при плавке металла угар, так называемый, происходит. То есть, часть драгоценного металла теряется. Соответственно, русская монета с самого начала ее чеканки больше носила такой прокламативный, что ли, донативный характер. Письменные источники 15 века говорят нам о том, что русская золотая монета первоначально могла использоваться в разных целях. В том числе и экономический характер использования зафиксирован, когда, допустим, посылаются золотые московские на протор, то есть на оплату дороги послам, как посольские дары какие-то. И в том числе уже как награды за воинские подвиги впервые тоже такое упоминание относится именно к правлению Ивана Третьего, когда судовая рать, отправившаяся по Волге к Казани за успехи определенные, была награждена золотой деньгой. Вот, дважды. Однако вот только в правлении Ивана Грозного, царя, формируется целая система наградных знаков, представленных золотыми монетами разного достоинства, которые предназначались специально, чеканились для награждений за всякого рода воинские подвиги. Монеты эти были достоинством от десяти угорских, которые часто называли на Руси португалами, еще тоже по названию золотой португальской монетой, которая была известна здесь, и до фактически золотой деньги самого мелкого номинала, который по размерам соответствовал серебряной деньге Ивана Грозного и даже чеканился с использованием тех же самых штемпелей, что и для чеканки серебряных монет. Такая вот развитая наградная система позволяла дифференцированно подходить к награждению участников каких-то успешных военных компаний, чтобы можно было монеты разного достоинства вручить представителям различных социальных групп. То есть, естественно, князья и бояре, воеводы, они получали монеты более крупного достоинства, а рядовые участники похода получали мелкие золотые монеты, которые, как сообщают иностранные свидетели этих событий, часто пришивались русскими воинами на одежду, на шапку или рукав, или на груди, и очень ценились как свидетельства отличий воинских заслуг. Более того, золотые монеты всегда вручались вместе с царским жалованным словом. То есть, они фактически являлись материальным свидетельством того, что государь знает о твоих подвигах, и он вот желает тебе здоровья. И вот свидетельство материальное этого передавалась золотая монета. И фактически уже в правлении Ивана Грозного сформировалось и типовое оформление русских золотых монет, чеканившихся в качестве наград. Как правило, на крупных номиналах на обеих сторонах монеты находилось изображение коронованного двуглавого орла. А круговая надпись содержала имя и титул, краткий титул правителя, государя. Вот, например, это уникальная на сегодняшний день монета в пять угорских царя Иоанна Васильевича, то есть Ивана Грозного. В конце XVIII века публиковалась еще одна такая монета, однако ее судьба неизвестна и сохранилась в собрании исторического музея. Фактически это уникальный, единственный на сегодняшний день экземпляр. И вот, например, эта монета в половину угорского. Ну, угорский это дукат, вот венгерский дукат, весом около 3,4 грамма. На монетах меньшего достоинства, соответственно, от угорского и ниже, на одной стороне находилось изображение коронованного двуглавого орла, а на другой стороне многострочной легенде надписи «Имя и титул государя». И вот эта типология, она фактически сохранялась вплоть до второй половины XVII века, сформировавшись в правлении еще Ивана Грозного. Русские золотые наградные, жалованные, как их называют песняные источники, монеты, они длительное время сохраняли единство типового оформления. На протяжении вот XVI-XVII века периодически чеканились золотые монеты и для обращения. Однако они уже имели другое типовое оформление. Вот, например, в собрании старичкового музея есть монеты сына Ивана Грозного, царя Федора Ивановича, с изображением всадника на коне, со скипетром, прислоненным к правому плечу. Это, собственно, символичка изображения самого государя. И вот эти монеты, они непродолжительное время чеканились для денежного обращения. Однако, поскольку своей сырьевой базы Россия не имела, чеканка этих золотых монет была непродолжительной. И в следующий раз монеты для обращения чеканились уже в период смуты. На этот раз это было обусловлено тем, что бесконечные войны претендентов на престол, они истощили государственную казну, и не оставалось просто серебра в достаточном количестве для чеканки серебряной монеты, которая просто была очень необходима для оплаты войску. Для оплаты русскому войску, для оплаты шведских наемников, которые в отправление Василия Шуйского были приглашены для борьбы с Речью Посполитой и с самозванцами. В результате царское правительство решило чеканить золотые монеты для оплаты войску, для выплаты жалования войску. И чеканить эти монеты теми же самыми штемпелями, которые используются для чеканки серебряные монеты. То есть штемпелями копеек золотые монеты в веса копейки выпускались как десятикопеечники, гривенники. А, соответственно, денежными штемпелями чеканились золотые денежки, которые по стоимости должны были обращаться, приравниваться по стоимости к пяти копейкам или десяти деньгам. Эта чеканка золотых монет для обращения была продолжена потом и от имени польского королевича Владислава Сегизмундовича, которого Семибоярщина в Москве назвала русским царем. Однако вот с прекращением смуты чеканка золотых монет для обращения прекратилась. А в качестве воинских наград золотые монеты продолжали чеканиться. И тип их долгое время оставался прежним, как он сформировался еще при Иване Грозном. То есть на монетах крупного достоинства, допустим, и Михаила Федоровича, или Алексея Михайловича, на обеих сторонах находилось изображение двуглавого орла, в круговой надписи шла легенда с именем и титулом государя. И так было вот до второй половины 17 века, когда стали появляться совершенно необычные по типовому оформлению золотые монеты. Вот об одном из выпусков таких необычных монет я и хотел бы рассказать подробнее. Это монеты, на обеих сторонах которых находятся портреты в стиле, как мы бы сказали, парсуны. Такие парадные портреты государей. На одной стороне находится погрудное изображение царей Иоанна и Петра Алексеевича, соправителей. А на другой стороне находится портрет их сестры, старшей царевны Софьи, которая сосредоточила в своих руках реальную власть при номинальном правлении своих братьев. И вот выпуск таких монет, он, конечно, является ярким свидетельством амбиций Софьи, поскольку она здесь фактически изображена как государиня. Мало того, что, в принципе, это первый случай изображения портрета женщины на русских монетах, она еще изображена фактически в царском венце, и в руках она держит скипетр, один из важнейших символов монаршей власти. То есть этими монетами, скорее всего, как раз и декларировалось ее равенство братьям-соправителям и готовилась, видимо, подготавливалась почва, общественное мнение готовилось к тому, что она должна короноваться как царица. Эти золотые монеты с портретом царевны Софьи Алексеевны были отчеканены для награждения участников крымских походов, состоявшихся в 1687 и 1689 годах. Эти походы, они должны были как раз укрепить власть царевны, которая опиралась прежде всего на Стрелецкое войско. Походы возглавил ее фаворит Василий Васильевич Галицын, и по задумке Софьи, успешные походы должны были укрепить авторитет ее власти и послужить очередной ступенькой для ее восхождения на трон. Однако оба похода оказались неудачные. В первом походе русская армия даже не смогла дойти до перекопа, поскольку крымский хан приказал... Ну, во-первых, армия очень долго собиралась и выступила в поход только в середине мая. В результате, в самый жаркий период года, они вышли в степи безводные, а крымский хан приказал еще поджечь сухую траву в степи, и по обезвоженной пустыне в степи огромная армия двигаться просто не могла, повернула обратно. Однако были предприняты все меры для того, чтобы все-таки для населения, для общественного мнения показать этот поход удачным. И были предприняты инцидентная раздача жалований и в виде денег, и в виде всевозможных подарков, и в том числе золотые монеты. Впервые, наверное, золотыми монетами должны были быть награждены все участники похода, независимо от того, какую роль они выполняли, какую должность занимали. От воевод до рядовых участников похода. И также впервые письменные источники даже фиксируют то, что золотые монеты жалованные должны были получить вдовы тех, кто погиб или умер во время этих походов. Однако, столь щедрые пожалования не смогли укрепить власть царевны. И уже вскоре после окончания второго крымского похода молодой Петр, который к этому времени уже стремился сам к управлению страной, он как раз заспротивился даже в начале и пожалованию участников походов. Для того, чтобы осуществить награждение такого большого количества людей, были отчекания на монеты самых разных номиналов. Существовали крупные наградные знаки достоинством в 10 угорских, которые вручались на золотых цепях и предназначались для воевод и военачальников. Они даже были изготавливались индивидуально. В то же время на денежном дворе были отчеканены золотые монеты самого разного достоинства. От четырех угорских, предназначавшихся также для военачальников, до монет 1,4 угорского, чуть по размерам больше, наверное, копейки того времени, предназначавшихся для награждения рядовых участников крымских походов. Но, однако, на этих монетах также помещалось изображение и правительности Софьи, и двух государей. И вот эти монеты, они как раз раздавались всем рядовым участникам похода, стрельцам, казакам. И в XVII веке в большом количестве появились наградные знаки высшего достоинства, которые помимо золотой монеты украшались еще какой-то, декорировались рамкой и вручались вместе с золотой цепью. И в украшении этого наградного знака использовались различные драгоценные камни, жемчуг. И, как правило, конечно, это индивидуальные были награды, которые вручались руководителю, рате, воеводе или нескольким воеводам. Всем остальным участникам определенного сражения или похода вручались обычные золотые монеты. Старая наградная система не прекратила свое существование в одночасье. Уже и в начале XVIII века продолжались награждения и золотыми монетами, и кубками, и наградными ковшами, как это было, допустим, в XVI-XVII веках. Хотя уже появились и медали для награждения участников сражений. Но настолько в нумизматике все тесно переплетено, что даже название монета, которая появилась тоже вместе с Петром I, и в том числе на самих монетах появилась надпись «Монета такого достоинства, цена рубль». Часто для обывателя не существовало границы между монетой и медалью. Дело в том, что вплоть до Петра I русская монета чеканилась по своей технологии. Это тоже было связано с тем, что своего источника сырья мы не имели. И, соответственно, был популярен такой безотходный метод чеканки монет. Потому что если мы расковываем металлическую пластину или прокатываем ее в пруд через вальцы и получаем сам такую продолговатую пластину, потом мы из нее вырубаем кружки, остается всегда так называемый ажур. То есть там большой процент отходов, которые снова надо плавить. И при каждой плавке определенный угар, так называемый, то есть мы теряем благородный металл. Но на Руси монеты с XIV века чеканились по особой так называемой проволочной технологии. Мы, нумизматы условно так ее называют, по проволочной технологии. Это когда тянулась серебряная проволока, рубилась на кусочки определенной длины, которые плющились, и потом уже штампелями с изображением чеканилась монета. Поэтому они имели даже не круглую форму, а продолговатую особую форму. И, собственно, окончательно монеты того облика, который мы сейчас воспринимаем, круглые, разного диаметра, они появились именно при Петре I, который, опять же, ориентируясь на западноевропейскую систему денежного обращения, за основу русского рубля взял западноевропейский таллер и стал чеканить такую же круглую монету весом 28 грамм и, соответственно, разменные монеты более мелкого достоинства. Так вот, вместе с монетами вот этого нового европейского облика появились новые слова в русском языке, в том числе монета и медаль. И часто обыватели путали даже ранние монеты, они могли назвать медалью, потому что это непривычно, потому что деньги, они должны быть вот такие мелкие и не круглые. А вот если круглая, то это медаль могли назвать монету. А медали часто называли монетами, потому что вот на рубле было, на таких круглых монетах было написано, что это монета. Мало того, первые даже серебряные круглые крупные оградные медали за воинские заслуги, они по весу даже и по виду ориентировались на рубли тоже. Они могли соответствовать весу рубля и чеканиться на том же денежном дворе. Более того, за некоторые сражения, известно по письменным источникам, и награждались серебряными рублями тоже солдаты, участники сражений. Ну вот, настолько все это было какой-то период сосуществования старой наградной системы и новой, вводимой Петром Первым. В таком виде, как это сформировалось в России, это явление, конечно, уникальное, и оно характерно было только для России, для периода позднего средневековья и нового времени, поскольку какие-то отдельные элементы этой наградной системы мы можем увидеть и у соседей, но вот в таком виде, чтобы целая наградная система была представлена жаловными монетами золотыми только в России. Разумеется, золотая монета в любом случае оставалась золотой монетой, и она содержала в себе реальную стоимость. И теоретически она могла использоваться и для каких-то платежей. И, возможно, скорее всего, такие случаи были. Но в целом такими монетами дорожили, и, допустим, после смерти владельца часто они могли передаваться в монастыри, привешиваться к чудотворным иконам на помин души того человека, которому она принадлежала. Кстати, вот по этой причине огромное количество золотых, оно, к сожалению, погибло в период правления Петра Первого, когда с икон были сняты все эти привески, были ранние, и их очень мало сохранилось до наших дней, жалованных наградных монет. Разумеется, тоже отношение к ним со временем менялось. Если вот первые упоминания о золотых монетах, использовавшихся в качестве пожалования, относящиеся к правлению Ивана Третьего, которые я упоминал, когда там была целая судовая рать, награждена одной деньгой. И в результате тоже эта летопись сохранили сведения, когда, соответственно, участники этого похода, посовещавшись, они передали священнику, который был у них вместе в походе, для того, чтобы он, значит, привесил эту монетку к иконе. Вот там одну золотую монету вручили целой рати с жалованным словом правителя. То, конечно, вот к концу 17 века Софья Алексеевна за Крымский поход была вынуждена награждать уже всех-всех-всех участников. И, естественно, значение конкретной награды, оно упало. И я думаю, что в это время уже могли они и воборот войти. Даже и такой случай известен. Правда, немножко вот на несколько лет позднее это произошло, зафиксирован такой случай письменными источниками о хищении золотых монет из приказа. И там как раз говорится о том, что большая часть это были золотые, которые оставались нерозданными для участников второго Крымского похода. Потому что вот в это время, как раз уже в августе 1689 года, реальная власть перешла к Петру Алексеевичу. И, соответственно, прекратились награждения монетами с портретами Софьи. И они долгое время оставались лежать в приказах в денежном столе. И известен случай, когда подьячий, хранивший эти золотые, путем махинаций, вынес их и стал продавать золотых дел мастерам. Так вот, в следственных делах как раз и зафиксировано это, что да, у него покупали, и они все равно тоже виновны, вот эти золотых дел мастера, поскольку они не могли не знать, что в таком количестве такие монеты не могут свободно обращаться, что это наградные монеты. И что тут не может быть такая отговорка, что они не знали, что они совершают что-то нехорошее, преступное.